Привет, ребята! Это Настя. Извините за этот crazy мокрый лук. Мокрые собаки. Просто начался семестр и приоритеты. Я в последний момент, ребята, засвучила в течение shopping week, когда можно было выбирать, ходить на все лекции, выбирать предметы. Я засвучила предметы, и теперь я беру нейробиологию обучения. Мы будем учить память, мы будем учить концентрацию, на тропике. Темы просто вот такие, так что stay tuned, все передам вам, все, что узнаю. А вообще у меня есть традиция, несколько раз в год, но особенности в начале года, на несколько раз в год ходить по разным сайтам, смотреть, какие книги рекомендуют разные порталы, известные люди, просто какие новинки вышли, в особенности в научпопе, когда ученые пишут свои книги. Вот. И я делаю один огромный заказ в последние две или три недели. Я все копила, не открывала, чтобы вместе с вами сейчас все открыть. Там есть и научпоп, и библиографии, и биографии, и даже художественная книга затесалась там. В общем, каждый, я надеюсь, найдет что-то свое. Все, что есть на русском, буду здесь вставлять в инфобоксе. Ссылку и здесь картинку. И хит-парад открывает Atomic Habits. Помните, я в прошлой осенью делала видео о том, как легко начать выполнять любое действие, заставить себе такой трюк, который сформулировал как раз автор этой книги Джеймс Клир «Человек без прошлого», как я его называю, потому что как я не пыталась найти какое у него образование, где он раньше работал, ничего, никакой информации нет. Но, в любом случае, эта книга получила массу положительных отзывов. И он сам говорит, что она основана этой рекомендацией о том, как формировать привычки. И он говорит, что она основана исключительно на психологических исследованиях, которые он читал. И я, на самом деле, слушала с ним интервью. У меня было такое ощущение, что он ходил на тот класс по селф-регуляции с профессором Макнелли, который я брала. Настолько все это перекликалось. Поэтому, да, думаю, книга классная. Кстати, есть ли тут… У, да, ребята, здесь просто отличная… Вот эти ссылки на первоисточники, на статьи. Просто отличная библиография. Я очень рада читать это. Вторая книга в этой посылке. Кто из вас хотел художественное посмотреть? Вот она. Смотрите и уходите. The Rosie Project. Насколько я помню, это единственная художественная книга, которую я заказала. И то, потому что ее порекомендовал Билл Гейтс. Это книга австралийского автора. Это его первая книга про профессора генетики, который не может найти себе пару, не может завести романтические отношения. И он делает какой-то опросник, чтобы найти идеально подходящую к чему, не знаю, партнера, подругу, soul-мейта. И, короче, что из этого получается? Билл Гейтс написал, что он в одиннадцать начал читать эту книгу точнее и до трех не смог положить, пока не закончил. И он просто говорил в своей рекомендации, что эта книга о том, как быть comfortable, как жить в комфорте с самим собой. Ему очень понравилось. Может быть просто, знаете, бывают такие моменты, когда вот книга к твоему самому мироощущению в нужный момент тебе попадает. Может просто у него это вот сильно так совпало, поэтому она ему так понравилась. В любом случае, может быть, и мне понравится. О, и, кстати, в этой книге 10 мая на AIMD написано, что будет фильм будущего. Следующая книга. Так. А, да, я один бокс открыла. Это была самая первая посылка, которая пришла, потом думаю, лучше я их открываю. Я буду с вами их открывать. Окей, что у нас здесь? Эту книгу, ребят, я так давно хотела, Top Dancing to Work. Это коллекция разных выступлений и статей про Уоррена Баффета, которые были опубликованы в Fortune журнале. Ах, единственный момент, тут просто нереально маленький шрифт, поэтому я перезакажу её. Я сдам эту и закажу в твёрдой обложке, наверное, там нормальный шрифт. Но саму книгу я так хотела. Её написала Кэрол Лумис. Лумис, sorry. Кэрол Лумис. Она известный финансовый журналист, и она давняя подруга Уоррена Баффета. Уоррен как-то говорил, что они просто каждый день общаются. Я недавно смотрела с ними интервью. Оно настолько приятное. В общем, в книге как бы собраны все его статьи с такой целью, что ты можешь узнать, что он думает про public policy, про то, как детей воспитывать, про филантропию. Ну, короче, такие интересные темы. Мне просто... Я интервью с ними смотрела, и мне так нравится, что в сегодняшнем мире, где всё очень такое однодневное, однодневный контент, однодневные друзья, однодневная информация, на что-то такое более постоянное и фундаментальное смотреть, мне очень приятно. Может быть, я просто становлюсь старше, но в любом случае мне кажется, что здорово. Знаете, на моём канале я недавно думала, что мы все вместе становимся старше, что не просто я становлюсь старше, но и вы становитесь старше. Я не знаю, вы замечали или нет, но я по комментариям однозначно вижу, что мы за эти пять лет реально стали более зрелыми все вместе. Так, у меня начинает образовываться кучка книг, которые я возвращаю. О, ребята, Why We Sleep. Я думаю, что это будет одна из главных книг этого года. Она написана Мэттью Уолкером. Он один из ведущих исследователей в сфере сна, и он раньше работал в Гарварде, потом перешёл в Брокли, сейчас он одновременно работает в Гугле, в одной из их саб-компаний, которые занимаются изучением сна. Эту книгу, ребята, это его первая книга. Он писал её четыре года. Ну да, он ведущий исследователь, и вот основной премис, его основная позиция в том, что сон связан, притом причинно-следственно, связан с целым рядом, в том числе, смертельных заболеваний, типа рак, но и просто более таких ментальные расстройства, диабет, короче, ряд заболеваний. И он, я читала интервью с ним, и вот он рассказывает, что, например, если мы спим пять часов, то количество клеток иммунной системы, которые атакуют раковые клетки, которые в каждом организме без конца образуются, но просто наша иммунная система их вовремя убивает, так вот их количество снижается на 70%, если ты спишь пять часов. Он говорит, что, по его мнению, доктора должны не только таблетки приписывать, но и приписывать сон больным, что это реально может быть использовано как лечение. Я ещё не читала книгу, но я вам оставлю интервью, которое я смотрела. Оно на английском, надеюсь, все из вас уже читали английский. Я, когда всё это узнала, я ещё и родителям вторую книгу сказала, она где-то там, наверное, уже есть. Давайте что-нибудь отрежем, а не просто откроем. Great at Work — это одна из книг в мою копилку с книгами про эссенциализм. Первая — это, естественно, Гретт Макеон эссенциализм, вторая — это The One Thing Гэри Келлора. А вот эта третья, она стала топ-книгой 2018 года, по мнению разных изданий. Автор очень известный, он экс-менеджмент-консультант из BCG. Потом он… Раньше он преподавал в Harvard Business School, сейчас он перешёл в Berkeley. Я… Честно говоря, тем не менее, я не уверена. Вот мне… Книги по бизнесу, они не всегда мне заходят. Это просто… Я всегда говорю, что книга настолько хороша, насколько она способна изменить вашу жизнь. Поэтому не ориентируйтесь на меня, потому что я мало их читаю, что они не будут эффективны для вас. Но, по крайней мере, здесь я конкретно воспользуюсь вот этим правилом 50 страниц. Не буду откладывать, прочитаю первые 50 страниц. Если мне всё-таки не понравится, отправлю её обратно. Так что она в третью стопку книг под вопросом. Одна из причин, ребята, по которой мне как-то не очень… Я спешу возвращаться в Словению. Воу, что-то тяжёлое. Это потому что там нет Амазона. Это просто настолько удобно, что ты можешь любую книгу или вообще что угодно получить себе домой за 24 часа. И, возможно, имеешь возможность отослать её без каких-либо вопросов в течение 30 дней после получения. Будь то ёлку заказал или книгу, или что угодно. Это настолько удобно. Я обожаю Амазон. Так, это Social Psychology. Оу! Окей, кстати, тут написано, что если открыть эту упаковку, то нельзя возвращать. Я аудитирую класс по Social Psych в Гарварде. Сай 15 в модуль, если вам интересно. Правда, её же нет в доступе. Но, в общем, в любом случае. Это класс по Social Psychology, и это наш текстбук. А аудитирую, если вы не знаете, это значит, что я хожу на классы, на лекции, но я не выполняю никаких заданий, мне не ставят оценки, и я не получаю за это кредит. Это просто как бы для собственного удовольствия и собственного развития. Вот поэтому я решила заказать книгу. Автор этой книги Нил или Тим Гиплович, я не помню, это профессор психологии из Корнелла. И да, ребята, я вам хотела дать такой совет, что я этого не делала, когда училась на андерграде, но теперь я поняла, что каждый раз, когда у меня есть новый учебник, стоит проресерчить, кто эти люди, которые его написали, с какого они универа, какие они исследования сами проводят, какие они главы в учебнике написали, потому что обычно это связано с их специализацией. Можно посмотреть их лекции или выступления в Ютьюбе, чтобы представлять вот с каким, ну не знаю, тоном, посылом, энергией они разговаривают. Потому что если ты просто читаешь текст и не представляешь человека за этим, какую-то эмоцию не испытываешь. Кстати, на тексте, который ты читаешь, то твое понимание, запоминание и просто engagement, как ты работаешь с материалом, оно хуже. Поэтому обязательно читайте, посмотрите, кто написал ваши учебники и чем эти люди вообще занимаются. Европластичность. О май гад, когда я была в Кембридже, я все время в MIT Bookstore в Купе ходила и смотрела на вот эти коллекции книг, они на каждую тему в науке есть маленькая книга ведущего исследователя часто, который на эту тему короткие главы эссе делает. И вот это одна из книг, которая мне нужна для моего урока по нейробиологии обучения. Neuroplasticity. На самом деле книг и не так много, как кажется. Но времени много требуется для того, чтобы все эти книги прочитать и обдумать. Если вы, кстати, вдруг не смотрели моё видео о том, как читать больше книг, оно всем очень понравилось. Ну, судя по лайкам и просмотрам, и комментариям. Так что, смотрите. Welcome to your world. How to build the environment. Оу, это не моя книга, это книга моей мамы. Это Sarah Goldhagen, это психолог, которая изучает как environment, то есть вот пространство, как пространство влияет на нашу психологию, на наши эмоции, на наши когнитивные способности в принципе. Маленькая тут книга из России у меня затесалась. Их всегда просто нереально сложно открывать. Я не знаю, почему почта России так сильно обклеивает посылки. Ай. Так. Секундочку. А, ну я пока открываю, могу вам рассказать, что это. По крайней мере, что я думаю это. Но мне кажется, что это книга от издательства «Такие дела». Если вы не знаете это издательство, это издательство при фонде российском, которое называется «Нужна помощь». И этот фонд, он занимается благотворительностью, он фандрейзит, собирает средства для разных благотворительных организаций в России. Там и дети, и животные, и пожилые люди. И они также, я не знаю, вы услышали микрофон, они также делают воркшопы для благотворительных организаций, ездят по разным городам России и учат людей, как наиболее эффективным образом заниматься благотворительностью. Потому что часто с такими инициативами стоят люди с огромным сердцем, но у которых не всегда хватает именно ресурсов и знаний, как это сделать наиболее оптимально. И они не один раз ездят, они возвращаются, дают задания, коучат. И самая такая umbrella, главная цель – это развивать культуру благотворительности в России. Мне всегда хочется сказать, что это может коснется не только России, но всех русских людей, которые говорят на русском языке и потребляют свою информацию на русском языке. И вот это издательство, при них такие дела… Я, кстати, да, ребята, хотела сказать, я очень давно хотела как-то использовать свою позицию блогера, чтобы участвовать в каких-то таких социальных проектах. И именно профессионализм самого этого фонда я была blown away. Я была очень приятно удивлена. Я не удивлена тем, что многие известные люди с ними работают, такие как Познер и Акунин и Макаревич, например, из кого я знаю, да, из 90-х на русском языке. В общем, это издательство, которое у них есть, такие дела. Они переводят книги с английского на тему, грубо говоря, философии благотворительности. И вот эта книга… Я вам говорю, Почта России просто делает посылки, их невозможно открыть. Извините, пожалуйста, Почта России. Знаете, мне так не нравится, когда какую-то организацию ругают все время там… А на самом деле-то всегда от них посылки доходят, и не бьются, и не ломаются, и книги в первозданном виде так же… Это я в шутку ругаюсь. Ну ладно. Это книга Питера Сингера. Это же она? Да. Да-да-да. Книга «Жизнь, которую вы можете спасти». Питер Сингер – это профессор биоэтики в Принстоновском университете. И они мне предупредили, что эта книга такая, она полярная, потому что Питер Сингер, он огромный оппонент альтруизма. Он говорит, что этим нужно заниматься не от времени к времени, а это наш долг заниматься альтруизмом, делиться своим доходом на постоянной основе, и к этому можно разно относиться. Но думать об этом нужно. И я с огромным интересом, кстати, она ещё такая небольшая, я с огромным интересом её прочитаю. Если вот у вас есть в голове вопросы, должны ли мы помогать, когда мы помогаем, является ли это помощью или надо как-то по-другому, как можно помогать, как относиться к благотворительности, гляньте. Я сама не знаю, честно говоря, как я ещё могу быть полезна этим фондом, потому что вопрос не просто как бы в сборе денег и в их случае, а вот именно вопрос в культуре, в том, что нам нужно помогать друг другу. Мне кажется, цель просто замечательная. Ну, начну с того, что почитаю литературу, которую они переводят и публикуют. здесь предпоследняя коробка. О май гад, какая тяжёлая. Наверное, здесь много... Ууу, Warren Buffett здесь у нас лежит. Да-да-да-да-да. Вау! Вот это том! Как странно, что… Знаете, когда страницы… Но, в принципе, это прикольно. Когда страницы не ровно, а так вот вылазят одна от другой. Вау! Вот это том. Интересно, так и должно быть со страницами? Бумага такая необычная, жёлтая. Прикольно. И даже вот этот вот корешок очень классный, находите? Просто чёрный с золотым. Классик, как и сам Уоррен. А, ну я не сказала, да? Это биография Уоррена Баффета, единственная официальная биография, которую он одобрил. Кстати, написала её Элис Шердер, это единственный аналитик с Уолл-стрита, с которой он общался за вот все эти его профессиональные года. И он сам к ней reached out. По-моему, в 2003-м он ей сам написал, попросил её сделать это. Она две тысячи часов провела за тем, чтобы читать его документы, интервьюировать… нет, наверное, интервьюировать — это ещё отдельные часы. Интервьюировать его коллег, друзей, семью. И он её конкретно попросил, что если ты будешь интервьюировать касательно какого-то события в моей жизни и будут разные видения у людей касательно происшедшего, всегда бери за основу именно тот, который меня в наименее в хорошем свете выставляет. И конечную уже версию книги он не правил. Я просто не могу дождаться погрузиться в мир Уоррена Баффета. Ребят, если у вас есть эта книга, скажите мне, а страницы реально так и должны быть? Это так странно. Не знаю… Может, её нужно нанять? Или так и должно быть? Кто-нибудь подскажите! Дальше книга Fail с моей стороны. Называется The Coaching Habit. Это книга про то, как… кстати, это достаточно короткая книга, но это книга про то, как управлять людьми, как делегировать задания, как мотивировать людей, как-нибудь микроменеджером, в общем, как быть хорошим руководителем. То, что я просто ужасный руководитель. Официально я никем не руковожу, но когда мне нужно с кем-то работать, и я ответственна за финальное решение, я очень сильно микроменеджу, последнее решение остаётся за мной. То, что моё видение мне кажется наиболее верным, это негативные качества, от которых я хочу избавиться, но из-за эссенциализма, несмотря на то, что она такая классная именно с печатной точки зрения и небольшая всё-таки в плане эссенциализма, пока я верну её обратно и вернусь к этой книге позже, когда может Бульске руководить, например. И, видимо, я заказала две такие книги. Что со мной не так? Окей, странно. Ну и самая последняя книга. Что тут может быть? Вроде бы всё, что я заказывала, я получила. Она имеет справный запах. Короче, я не делаю рекламу, а по сону. Нет, серьезно. А, Why We Sleep. Окей, я купила более компактную версию. Я не знала, что она более компактная, но я купила или знала. Короче, неважно. Я купила вот эту книгу о том, почему мы спим, для моих родителей также. Вот. И это всё. Ходите, я вам покажу, что здесь образовалось после всего этого открытия. Ребят, если в 2018-м была такая книга научная, биографическая или художественная, которая сильно на вас повлияла и положительно изменила вашу жизнь, пожалуйста, оставьте её название в комментариях и дайте маленький синопсис, чтобы было понятно, ну, чтобы прочитала и было понятно, поможет тебе эта книга, может быть, или нет. Было бы классно в такой репозиторе создать в комментариях, и можно было ещё пойти повыбирать другие книги. Вот. Это всё на сегодня. Хочу сказать, хочется пойти читать. На самом деле я пойду готовиться к своей нейробиологии обучения. Это просто мечта. Мечта этот класс. И, ребята, я должна вам сказать, что я впечатлена гайфордским онлайн-образованием. Это реально… Вот. Я никогда столько не занималась. Но у них и программа другая. Стоит понимать, да, что у них не восемь или шесть предметов, как в нашей системе, в нашей, я имею в виду, европейской, во всей нашей, кто в России, и в Венгрии, и где угодно, в Англии. А у них четыре всего предмета. И поэтому, естественно, в каждом предмете ты хаешь очень сильно вглубь. Если вам интересно такое видео, вот именно в таких разницах, типах задания, динамики образования, напишите внизу. Активно напишите, чтобы я прям… Не знаю, вообще как-нибудь тебе скажите, чтобы я сняла такое видео. Вот. Это все. Я пошла драться и заниматься. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok